Продолжение следует... На этом заводе в городе Алатаре выпускают приборы для военных самолетов. Здесь собирают целую серию блоков, которые защищают крылья и фюзеляж от налипания снега и льда. В последние годы спрос на эту продукцию повысился в разы. Устройства из Алатаре закупают не только в России, но и за рубежом. На заводе осваивают и новые производства. Недавно здесь начали изготавливать детали для автомобилей. 30 процессов сейчас у нас есть. Их будет еще немножко больше. В 15 миллионах мы еще ждем оборудование по линии серебрения. Мы лишнего ничего не делаем, потому что сейчас нельзя на склад работать. Ткацкие станки этого предприятия закупают большинство текстильных заводов страны. Сейчас здесь производят машины для выпуска ткани из шелка, шерсти, синтетики и хлопка. Недавняя разработка – пневматический станок. Раньше эту технику приходилось закупать только за рубежом. Мы сейчас очень много работаем по пневматическому станку. Это, конечно, там скорости гораздо выше. Это, если наш, допустим, с микрочелноком работает, это 300-350 оборотов, то там где-то 600 оборотов. Это то, что востребованы сегодня крупнейшие комбинаты России, которые работают на бытовые ткани. Они производят станки для легкой промышленности. Я полагаю, заказы будут. Их задача сегодня, модернизируя и запретать, сделать новые станки, удовлетворяющие наших потребителей легкой промышленности. Мы в стороне не стоим, хотим им тоже оказать содействие через Министерство промышленности Российской Федерации. Через фонд поддержки промышленности выделяются субсидии на оформление кредитных ресурсов. Кредитные ресурсы для данной коммерческой организации, они будут удешевляться. На базе завода выпускают не только станки. Недавно поступил крупный заказ на производство чугунных тюбингов. Они необходимы для строительства станций московского метрополитена. И вот сейчас, в августе месяце, мы уже обработали 1800 штук. Это порядка 1000 тонн металла. Это мы только стружки, стружки прогрызли 100 тонн, представляете? 100 тонн стружки завода, которые прошли через человеческие руки. С брендом сделано в Чувашии хорошо знакомые зарубежные заказчики с завода «Гален». С помощью вот таких материалов строят жилые дома в окрестностях Лондона. Сейчас предприятие является единственным производителем композитной арматуры в стране. За последние годы заказы на этот материал увеличились в разы. В Англии при помощи этого продукта утепляют уже построенные строения. То есть они на основании строительной фиксируют эту гибкую связь и потом делают утепление и еще один внешний слой кирпича. Слева у вас есть гибкая связь, вот она рядом с Беллингой лежит. Да, так называемая 6-2-П. Вот она наиболее массовая применяемая в России, гибкая связь. Значит, это несущий слой стены, утеплитель, вентозазор и внешняя стена. Вот так оно. То есть тоже другой? Этот продукт в России применяется великолепно. Так же, как и композитная сетка нашла свое применение как раз в кирпичной укладке. Из композитной арматуры строят и сельхозобъекты. Арматура, она крайне эффективна не в жилищном строительстве, а она крайне эффективна в животноводстве и в сельском хозяйстве. Потому что тот же птичник или коровник, щелочная среда, соответственно, железобетон подвергается агрессивному воздействию. Доля инновационных продуктов в республике растет с каждым годом. Больше 10 предприятий сейчас производят товары, которые должны заменить на рынке импортные аналоги. Эксперты прогнозируют, что спрос на ноу-хау будет увеличиваться и дальше. Удовлетворить его чувашские предприятия готовы. Наши изделия становятся более доступны. Даже терминезазы, которые никогда не закупали ее, начинают ее приобретать где-то пробные партии, используют ее, понимают, что она ничем не уступает импортным аналогам, а где-то даже их и превосходит. И мы для себя видим в этом какой-то плюс. Для нас, для нашей промышленности в том, что благодаря кризису они получат для себя новые рынки. Продолжение следует...